на спорте как проходит ваш обычный вечер после рабочего дня наверняка большинство из вас проводят его дома в кругу семьи за просмотром телевизора или листая ленты социальных сетей а вот гости программы на спорте предпочитают проводить вечера на ледовой площадке в матчах нхл нет это не национальная хоккейная лига где играет александр овечкин речь о ночной хоккейной лиге в студии капитан команды реактивные осы илья бажин и его помощник алексей чупахин а также я ведущий программы антон погудин добрый день добрый день давайте начнем с самого главного илья алексей что такое реактивные осы начну наверное отвечать реактивные осы это любительская хоккейная команда и играющая в третьем дивизи дивизионе в наших хоккейной лиге города кирова именно в ночной хоккей нет нет ни ночной не в ночной а в нашей наша хоккейная лига спасибо что поправили а что из себя представляет во первых команда и сама организация наша хоккейная лига ну команда из себя представляет это на данный момент 34 любителям которые очень любят спорт и в первую очередь любят хоккей шайбой и по вечерам можно сказать даже по ночам идут заниматься своим любимым делом они в какой-то там бар не мне так скажем никуда ни в бары не в рестораны ходите на ледовую площадку а у меня вопрос почему свою команду вы назвали реактивные осы почему непривычно с детства по мультикам помните это были метеор зубило вот эти вот названия почему не взяли почему именно реактивные осы ну я наверно так скажу что сама команда вообще создалась в 2016 году ее создатели это такие как сергей шишмаков и дима багаев они в свое время по вечерам катались у 60 школы на коробке и как-то они объединились и решили создать команду но так как на то время в нашем городе не было ни соревновательного процесса не каких-то любительских команд то в принципе они там собрали три четыре пять человек и как катались на 2017 год и если я конечно не ошибаюсь появилась на наших хоккейная лига и парни захотели в ней участвовать в дивизионе на новичок и как бы народа нет где где взяться они познакомились с такими же любителями из команды алексей помогайте как на команду сейчас мебельщик нет не мебельщик бурмакина бурмакина да там тоже человек десять наверно было вот они объединились и как-то они придумали вот этот слоган и есть вообще забавная история что по моему в ростове есть точно такая же ком команда который который играет высших хоккейной лиги если они не ошибаюсь либо в молодежке и то ли в семнадцатом то ли восемнадцатом году были какие-то претензии к руководителям наших наших реактивных рост типа как это вы взяли наше название но чем это дело закончилось мы к сожалению не не знаю судя потому что вы до сих пор играете под этим названием в принципе либо претензии сняты либо не смогли их как-то доказать поэтому название удалось отстоять да да а с какого времени в команде вы илья алексей как давно играете я играю третий сезон полноценный до этого у меня был большой пропуск между регулярными занятиями кем сейчас вот меня потянул кувшинов алексей в команду и после этого вот потихоньку разыгрался набрал форму и сейчас получаю удовольствие от того что я в реактивных осах составляю часть этой команды это здорово на какой позиции играете я крайне или вы нападающий так а илья у нас я играю в команде четыре года я играю центрального нападающего центрального нападающего то есть сегодня у нас в студии представители атакующего звена в одну в одной пятерке играете или в разных нет мы играем разных пятерках я играю в первом звене илья играет центре второго звена сколько всего у вас звенев сколько игроков в команде вы говорили 34 до игрока я посмотрел состав заявку там насчитал на три звена да по моему то есть только три набираем набираете то есть это правило наших октяной лиги что может быть три звена в команде или может быть больше может быть больше тут как бы во первых на четвертое звено если мы его в принципе фактически можем набрать но мы и играем не как профессионалы 3 по 20 мы играем 2 по 25 и в принципе мы как сказать мы ходим за свои финансы и четыре звена ну грубо говоря шкура вы 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 не стоит вы уже сказали что вы играете за свои деньги мы об этом немножко чуть попозже поговорим давайте сейчас остановимся подробнее на структуре нашей хоккейной лиги что она из себя представляет вы сказали что вы играете не в высшем дивизионе сколько дивизионов всего в нашей хоккейной лиге и сколько любительских команд в кирове в кировской области ну на данный момент в нашей хоккейной лиге дивизионов это 66 дивизионов да что есть солидно и поскольку в каждом дивизионе команд ну наверное в нашем в третьем в дивизионе любитель самое большое количество команд на 13 а в остальных в среднем там от пяти до десяти ну тем не менее это порядка 60 команд любительских у нас только в кирове нет кировки ротипецк слободской лебяжья пижанка они как-то разделены по районам по регионам или это один дивизион получается нет они разделены по мастерству по мастерству самый высший у нас какой дивизион мастер так второй дивизион второй дивизион это первый дивизион второй дивизион первый дивизион а третий дивизион это любители где играете вы да ага все разобрались ну и соответственно есть еще ниже нет там не то чтобы ниже есть дивизион отдельный это дивизион кировочепецкий дивизион рик бенди это с мячиком все понятно есть какое-то движение между дивизионами то есть например победитель второго дивизиона поднимается в первый а худшая команда 1 дивизиона опускается во второй как это бывает в например в игровых видах спорта в футболе я знаю что в хоккее такой ротации между дивизионами в профессиональном не предусмотрен а вот в любительском как ну в принципе да здесь ротация и так же как и в В футболе, в других видах спорта, также кто занимает первые, вторые места, могут подняться дивизионом выше, занявшие последние места могут опуститься, но здесь, насколько это все упирается в любительский вид спорта, то это, грубо говоря, по желанию. Если вы чувствуете, что вы уверены, что сможете потянуть дивизион выше, пожалуйста, полный вперед. Если чувствуете, что еще хотите потренироваться, усилиться, сыграться, то можете и следующий сезон провести там, где играли, и потом дальше пробовать себя с новыми силами в дивизионе выше. А вот такой вопрос сразу возник. Если, например, победитель, условно, третьего дивизиона не захотел подниматься в дивизион номер два, но вторая-третья команда вашего дивизиона захотела подняться, ее могут повысить в классе или в условиях обязательно прописано, что только победитель имеет право? Нет. Или таких ситуаций вообще не было? Это как раз наш случай. Мы в прошлом году взяли первенство, и многие настаивали, чтобы мы перешли. Но мы решили как раз остаться для этой сыгранности, для усиления, и планируем это сделать на будущий год. Но будем смотреть по итогам результаты, и там определимся. Но планы такие есть. А что касается вторых-третьих мест, которые хотели бы подняться, никаких проблем. То есть, в принципе, это не возбраняется. Все по желанию, по уровню физической подготовленности, по сыгранности команды, да? Все зависит от желания. Если хотите, хоть в мастер идите. Давайте остановимся конкретно на вашем дивизионе. Насколько там, насколько высока конкуренция в вашем дивизионе любителей? Ну, наверное, на данный момент и на данный сезон команд 8, наверное, имеют примерно равные шансы, чтобы выиграть его. А всего, я напомню, в дивизионе 13 команд. Есть ли какая-то система, все команды выходят в плей-офф или только первая восьмерка, как в шайбе профессиональных. Как это работает? Мы первый год играем, когда нас только много. Тот год нас было 8, по-моему. То есть, все вышли просто в плей-офф. Да, и все вышли. Что будет в этот год, мы пока не знаем. Также происходит деление, то есть, там, первый с восьмым играли в том году. Да, да. И серия до двух побед. Что-то еще хотел спросить. А, про цвета вашей команды. Вот, они довольно необычные. То есть, лично я привык, что, например, цвета либо, там, какие-то синие, темно-синие. А у вас же цвета зелено-желтые, либо желто-зеленые. Почему выбрана именно эта цветовая гамма? Почему именно на ней остановились? Знаете ли историю создания вот именно формы? Нет, мы только знаем самую первую майку, самую первую фотографию можем показать. Так, а что на этой фотографии? На ней стоит самый первый капитан в первой майке, ос. Она желто-зеленая. Желто-зеленая. Ну, хорошо, у нас осы, они, в принципе, желто-черные. Поэтому желто-зеленые. Ну, возможно, когда форму заказывали, может быть, других цветов не было. И поэтому, ну, вообще, для вас цвета уже стали родными за 3-4 сезона, которые играете? Да, безусловно. Это отличительная черта реактивных хоз. И майки всем узнаваемы. Ходят болельщики с нашими зелеными флагами. Все понимают, кто играет на площадке. А, кстати, по поводу команд возник такой сразу вопрос. Есть ли возможность переходов между командами? То есть, кто-то в межсезонье, например, из одной команды перешел в другую. Ведь, как я понимаю, профессиональных контрактов у вас нет. И, соответственно, вы, в принципе, наверное, ничем не... Вас ничто не держит в команде. Да. Условно. Ну, в принципе, это так. Тоже всего по желанию. Но, в целом, костяк у нас давно уже собран. Все стараются помочь друг другу во многих аспектах. И, то есть, это держит коллектив, держит мести. И, то есть, ну, у нас очень хорошая, не побоюсь этого слова, атмосфера в раздевалке. То есть, все довольны. И... Секундочку. Стерялся. Ладно. Так, в общем, вернемся к изначальному. В общем, контракты для вашей команды не главное. Главное – это атмосфера в раздевалке. И, соответственно, взаимовыручка на льду. Наверное, так можно сформулировать. Это да, да. Все правильно говорите. А насчет контрактов, то переходить из других команд, конечно, можно. Ну, например, есть некоторые правила, которые должны соответствовать регламенту. Все-таки он есть. И, например, человек из первого дивизиона попасть в третий, ну, никак не может. Потому что там у него есть прошколы за плечами, и уровень, и опыт. А наоборот может произойти. А в первом случае нет. И переходы, да, можно усиливаться в течение сезона. Ну, в межсезоне обычно первый круг играется. Если есть какие-то ребята на примете, то можно подключить. Если кто-то отказался играть, его можно исключить из заявки. То есть ротация в составе тоже происходит. А вы уже сказали об атмосфере в раздевалке. А кто вообще играет за вашу команду? То есть кем вы работаете в обычной жизни, то есть в трудовой будни, и где трудитесь, чем зарабатываете на жизнь? Ну, конкретно я работаю в РЖД, в депо на Комсомольской. Мы восстанавливаем вагоны. Ну, как сказать, восстанавливаем. Просто вагоны проходят на текущий ремонт, и мы занимаемся внутренним оборудованием. Илья? А я работаю водителем автомобиля, и все. Банально. Кто у вас еще в команде? Есть водители, есть работники железной дороги? Кто еще? У нас есть даже люди, связанные с церковью. Не могу точно сказать по званию, близко очень к этому. Кто у нас есть? У нас есть военные. Так, отставные или действующие? Действующие. Действующие. У нас есть... Врачи. Врачи, да. Несколько человек. То есть в случае, не дай бог, получения травмы, у вас уже первая медицинская помощь, там, прямо на льду могут оказаться. Ну, психиатрическую точно окажут. А, у вас психиатр работает. То есть это если, например, крупное поражение какое-то потерпели, то, в принципе, может поддержать и, соответственно, не дать вам скатиться в какую-то депрессию. Да. Интересный набор. Забавно. Можно поинтересоваться, каких успехов за годы существования добилась ваша команда? То есть где побеждали, в каких турнирах участвовали? Может быть, запомнили самые громкие победы? Может быть, обидное поражение? Что-то вот... Ну, наверное, самое запоминающее, это был тот год, мы участвовали в трех соревновательных процессах. Это был кубок лета, кубок зимы, регулярный сезон и плей-офф. Все три соревнования мы выиграли и стали абсолютными чемпионами по любителям в городе Кирове. То есть сильнее вашей команды в Кирове любительских коллективов, можно сказать, нет? На сезон 22-23 нет. Я понимаю, что еще этот сезон не закончен, но тем не менее, там, стандартный вопрос, что труднее, одержать победу, либо защитить этот титул? Я думаю, что мы пока вам не ответим, это все вот здесь уже ближе к плей-оффу, как там будет. Ну, а по ощущениям, сейчас команды, соперники на вас настраиваются серьезнее, или, ну, как бы, считают вас фаворитом в матче? Конечно, конечно. Все хотят победить ОСССР, все настраиваются, особенно вратарии. Капитаны команды настраивают своих игроков, все хотят, так сказать, поставить нас на место и выиграть. Но мы пытаемся и делаем все возможное, чтобы отстоять свои позиции. Да, вы уже сказали, что у нас сезон в текущей нашей хоккейной лиге в самом разгаре. Как успехи в этом сезоне? Как идете чем-то? Можете похвастаться уже? Ну, на данный момент мы занимаем четвертое место, но мы сыграли на одну игру меньше, чем наши, те, кто выше нас. Я думаю, что ближе к марту будем уже видеть. А, если отличать на вопрос, с чем можно похвастаться, то это количество заброшенных шайб, пока мы на первом месте. Замечательно. По пропущенным как идете? Второе, по-моему, да. Ну, это же хорошо. То есть, по забитым первое, по пропущенным второе. То есть, в принципе, есть все шансы подняться в тройку лидеров, как минимум. Хотел вас спросить, вы уже сказали, что у вас по профессии играют врачи, работники железной дороги, водители. А есть ли среди вас бывшие профессионалы или все любители? То есть, кто играет в составе? Воспитанники спортшкол, которые не смогли куда-то устроиться в профессиональные молодежные клубы? Структура вот игроков? Конкретно в третьем дивизионе допускаются исключительно любители. То есть, профессионалы, они уже в третьем дивизионе играть не могут. Они могут играть в первом, либо в дивизионе мастер. Так, если у тебя спортшкола за плечами, то в третьем дивизионе нет. То есть, ни у кого из вас нет опыта учебы в спортивной школе, как бы она ни называлась, да? Нет, нет. А если я, например, в воспитании какой-нибудь спортивной школы по греко-римской борьбе, мне тоже запретят играть в вашей команде? Да нет, наверное. Нет, речь идет конкретно о хоккее-шайбе. Все понятно. Ну, это хорошо, что разделяют дивизионы между теми, кто прошел хоккейную школу, кто там практически 10 лет учился профессионально заниматься, да? У него вся жизнь была посвящена тренировкам и тем, для кого это реально любительский спорт, любительский уровень. Как проходят ваши тренировки? Вы вообще тренируетесь или только собираетесь на матчи? Конечно, тренировочный процесс у нас есть. У нас конкретно лед для тренировок – это вот недавно отстроена арена на родине, на Лепсе. Хорошая площадка, сейчас отличный лед, все обустроено. И мы катаемся там по четвергам, у нас регулярное время. В 21.45 как раз сегодня практически после вас мы туда поедем. Сколько тренировки длятся? Тренировка длится один час. А что касается игр, игры у нас проходят, как правило, по субботам на арене Союза, тоже в 21.45, это, ну, можно сказать, наш домашний лед. В вечернее, все матчи у вас в вечернее время? Да, в вечернее время. В связи с этим тогда такой вопрос. Как домашние, как родственники у вас реагируют, что вас постоянно вечером нет дома? Ну, вот только что мы с Алексеем ехали в машине и обсуждали этот вопрос. Я поехал сейчас, и супруга мне говорит, ты вечером еще идешь на хоккей? Я говорю, конечно. Она говорит, а немного? Я говорю, нет, за самый раз. Ну, это еще она так по-доброму вас спросила. Иногда же бывают, наверняка бывают случаи, когда родственники уже говорят, а сколько можно на этот хоккей ходить. Ваш случай, да? Мне кажется, это все сугубо индивидуально. У каждого свои родственники, у каждого свои проблемы, работа, дела, и кто как к этому относится. Но в целом состав постоянно набирается, то есть люди прекрасно понимают друг друга. Мы не занимаемся ерундой, мы занимаемся хорошим делом, поэтому во многих семьях это приветствуется, так как, например, у меня, жена меня полностью поддерживает. Нету такого, что не отпустить на тренировку, ну, это глупо. Я вам даже, наверное, вот что еще скажу, что на игры приходят с семьями, у кого два-три маленьких, и все стоят, все смотрят, все болеют. Как раз у меня буквально с языка вопрос сняли, приходят ли родственники поболеть на ваши матчи. Много-много очень ходят. И я так понимаю, что это ведь не единичный случай, в других командах тоже в основном болеют, наверное, родственники, друзья, поддерживают трибун, да? Это такое распространенное весьма явление. Ну, хорошо, когда одним делом болеют не только хоккеисты, но и их друзья, семьи, дети. Есть ли у вас уже, не знаю, может быть, какие-то династии, кто-то из детей, кто подрастает уже, встает на коньки, приходит к вам на тренировку? Или в спортивной школе их отдаете? Нет, ну, мы так скажем, что у нас есть в команде два человека, их дети занимаются сейчас в Олимпии. Если не собрать, по-моему, это... И в Союзе. И в Союзе. Две двенадцати, две тринадцати года рождения, по-моему, так. То есть, и своих детей тоже отправили в спортивные школы. Да, и я вам больше скажу, что этим детям, видимо, тоже мало льда, они с нами иногда приходят, катаются с любителями. Тренируют. Да. Ну, насколько я знаю, у детских спортивных школ тоже льда много не бывает, у них всегда все расписано буквально по минутам, даже не часто, 45 минут иногда выделяют. Поэтому они любую возможность покататься на льду с любой командой, конечно, не упустят. Вот еще что хотел спросить. Какой из соперников по вашему дивизиону для вас является наиболее принципиальным? Или, может быть, вы для кого-то являетесь наиболее принципиальным соперником? Особенно после победы, когда стали абсолютным чемпионом прошлого сезона. Я думаю, что, наверное, для всех принципиально мы, а для нас, в принципе, нет, наверное, какого-то определенного. Почему? Потому что все мы любители, у всех какие-то есть свои дела. Например, на субботничью игру мы можем не собрать самый сильный состав и проиграть в какой-нибудь команде. Так, Алексей, да. Да, я еще добавлю насчет того, как настраиваться на разных соперников. Здесь действительно это все, ну, они наравне. Потому что по итогу важна победа. Нужно в два очка добавлять себе таблицу. На играх, поскольку это любительский уровень, очень многое может пойти не по плану. Но вот с первых минут все что угодно. Поэтому нужно в каждом-каждом матче стараться и биться, как в последний раз. То есть перед выходом на лед в таблицу не смотрите, какое место занимает соперник. Первое, тринадцатое, неважно. Нет, почему мы это держим в голове. И про это нам играет не на руку. Поэтому приходится себя прямо на площадке форматировать. Я прям чувствую, что вот за этим порой это играет нам не на руку. Кроется какая-то история, когда вели в счете и уступили. Нет, нет. Но все равно бывает, конкретно на площадке чувствуется, что какой-то бывает недонастрой. Или наоборот, перегораешь от большого желания. Все равно такие моменты есть. И приходится, я говорю, себя форматировать. Прямо собираться на площадке и делать дело, за чем ты пришел. Еще один вопрос успеем перед рекламой обсудить. Скажите, пожалуйста, участвует ли ваша команда в турнирах под открытым небом? Выезжает ли в районы? Играет ли зима? Потому что зимой в районах области проводится достаточно много турниров. Ну, в районы мы еще ни разу не выезжали. Но мы участвовали зимой на Кубке зимы. Играли у 60-й школы под открытым небом. Это было два года назад, по-моему. И мы его тоже выиграли. А куда-то в район нет, мы еще не выезжали. Я боюсь, что после того, как вы победили во всех турнирах прошлого сезона, команды из районов вас не будут приглашать, потому что вы их просто обыграете. Не думали об этом? Я думаю, что мы в эти новогодние куда-нибудь обязательно ездим. У нас есть в команде человек, который занимается хоккеем в котельнической искре. Он там заливает лед. И с ним были уже, скажем так, договоренности, что мы, может быть, в новогодние приедем к котельнической искре на товарищеский матч. Буквально ненадолго прервемся на рекламу, а дальше продолжим. Теперь мы на спорте. Мы продолжаем программу на спорте. И сегодня обсуждаем любительский хоккей с шайбой в городе Кирове. Напомню, что в гостях у нас капитан команды «Реактивные осы» Илья Бажин и его помощник Алексей Чупахин. Еще раз здравствуйте. Рад вновь слышать вас в этой студии. Мы остановились на том, что у нас команда «Реактивные осы» планирует выехать в рождественские новогодние праздники. Возможно, в искру котельнического района, где проведет товарищеские матчи. Я бы, знаете, что еще хотел обсудить? Немаловажный фактор любительского хоккея – это финансы. И большую часть, наверняка, не ошибусь, если скажу, что съедает стоимость аренды льда. Ведь вы наверняка за лед платите деньги, свои деньги. Конечно, да. Мы за лед все платим из собственного кармана, так скажем. Если не секрет, сколько сейчас стоит стоимость аренды льда в Союзе, в Дымке и на стадионе Родины в крытом катке? Различаются ли цены? И где, не знаю, по комфорту, по доступности удобней? Нет. У всех трех у них одинаковая цена – это 8 тысяч за час. Это 60 минут, да? Не 45 минут. И, в принципе, по условиям более-менее одинаково. То есть везде есть раздевалка, душевая, то есть можно прийти, переодеться, помыться и спокойно выйти на лед. Вот еще такой вопрос. Хватает ли трех вот этих вот ледовых площадок для всех любительских команд в Кирове? То есть команд много, ледовых площадок мало? Нет. Двух или сколько сейчас? Три уже. Три не хватает совершенно, потому что все, как уже было ранее сказано, все занято спортшколами, потому что есть очень много групп, которые занимаются, я имею в виду дети, есть фигурное катание, и помимо этого вот действительно столько любительских команд, ну говорили цифру около 60, и так оно и есть, и это всем нужно когда-то успеть потренироваться, провести игры чемпионата. Это огромное количество времени, и льда не хватает. Приходилось даже пользоваться хоккейным городком, который находится в районе Старого моста, но там, к сожалению, полноценную тренировку для всей команды не провести, это там только индивидуальные подкатки для тех же фигуристов, поэтому, когда открылась Родина, это было просто замечательно. Первое время еще лед был, ну, так скажем, не в порядке, первый, новый, а сейчас уже условия там намного лучше, и сейчас с удовольствием ходим туда, занимаемся, и хотелось бы, да, больше, потому что еще все упирается во время. Все игры проходят, ну, практически в 10-11 вечера, это очень поздно. Мы все работяги, простые люди, хотелось бы как-то, ну... Пораньше возвращаться домой, да, так вопрос о том, как реагируют дома. Да, совершенно верно. Да, вопрос такой, как думаете, сколько Кирову, полумиллионному городу, необходимого таких крытых ледовых дворцов, катков, подобных тому, что построили на стадионе Родина, для того, чтобы вот этот вот острый дефицит льда, ну, как минимум снизить? Ну, я думаю, что минимум два. Еще два? Да. И тогда уже всем время найдется не только в 21-45, но немножко пораньше. Да, думаю так. Министерство спорта, я знаю, что вы нас слушаете, пожалуйста, прислушайтесь к любителям и профессионалам хоккея, пролоббируйте вопрос строительства крытых ледовых катков в городе Кирове. Всем очень необходим лед, и школам, спортивным, и детским, и юношеским, и любителям, и профессионалам, всем-всем-всем. Я надеюсь, что рано или поздно в нашем городе появятся еще дополнительные катки. Вы уже сказали, Илья, про аренду льда, 8 тысяч рублей. Как раскидываете эти деньги? То есть пришло, например, у вас 20 человек, да? Вы на 20 человек раскидываете льда? Да, да. Всегда. То есть раскидываете именно на количество людей, которые принимают участие в матче, в тренировке и так далее. То есть чем вас больше придет, тем вы платите меньше. Да, все правильно. Насколько плата за аренду льда существенно влияет на ваш семейный бюджет? То есть вы ни один, ни два раза в месяц арендуете лед? Это достаточно большая сумма, это достаточно продолжительное время? На этот вопрос отвечу я. Сейчас такой уровень жизни, сейчас получается у нас сколько? Два льда в неделю. В неделю два, да. Два льда, ну грубо говоря, тысяча рублей. А тысяча рублей это сейчас и бак не заправить, и в магазин не сходить. То есть это тысяча что здесь, что она там, а здесь она применяется в хорошее дело, в спорт, в развитие головы, тела. То есть в моем случае это несущественно влияет. То есть примерно где-то 4-5 тысяч рублей вы тратите только на аренду льда в месяц. Около того, да, все правильно. Но это ведь не все затраты, которые вы несете. Вы же еще сами себе покупаете экипировку. Да. Это наверняка еще дороже стоит. Это там десятки тысяч рублей. Сколько примерно потратили уже за все время выступления на экипировку, не считали? Да, я думаю, нет. Но если зайти в магазин и посмотреть, сколько это все стоит, я думаю, что там под 100 тысяч будут вылазить, если все это брать новое. Да, я недавно видел объявление для полевых игроков где-то в районе 50-60 тысяч, для вратарей 75-80. Но я думаю, что тут все зависит от экипировки. Уровня экипировки. Да. Еще один вопрос про экипировку. Есть ли проблемы с ее обновлением? Мы все знаем, что клюшки у нас имеют свойство ломаться, экипировка имеет свойство рваться, щитки, бриджи, все что угодно, коньки тоже. Как вот с этим обстоят дела? Ну, я, наверное, так скажу, что у любителей они больше у дружки перекупают, чем что-то покупают новое. То есть такая взаимопомощь между друг другом. А как это происходит? Кто-то из размера вышел, поправился или наоборот стало больше, меньше? Да, я думаю, нет. Просто кто-то, может быть, себе может позволить купить новые бриджи, а кто-то нет, и тот ему перепродает. Я еще добавлю насчет стоимости экипировки, насчет переходов ее приобретения и клюшек. Ситуация следующая. Сейчас мы уже все взрослые, раньше мы детьми росли, может, когда-то покупали форму, ее приходилось регулярно, сейчас мы уже взрослые дядечки. То есть ты купил комплект, он тебе служит и служит. Единственное, что клюшка, например, регулярно ломается, ну, это расходный материал, это перчатки, краги тоже. Ну, даже те же краги можно отремонтировать сейчас. Зашивают. Да, зашивают, меняют клюшку. Клюшки, конечно, уже очень дорогие, это мягко сказано. А все остальное меняется, например, там, 3-4 года. Служит тот же нагрудник, трусы, шлем, это все. Сколько клюшек за сезон разбиваете? Ну, 2-3. 2-3 это немного, профессионалы бьют их в месяц, наверное, по 2-3 штуки. В неделю. В неделю. Да, конечно. Ну, и сейчас, насколько я знаю, ведь и ремонт клюшек тоже в Кирове, я видел объявление, что бывали такие, люди и сами ремонтируют, потому что далеко не все, не каждый может себе позволить купить новую клюшку, которая стоит там уже не 5, не 7 тысяч рублей, а намного-намного дороже. Это, кстати, очень позитивный момент насчет ремонта клюшек, потому что он стал таким действительно профессиональным, надежным, и то есть если у тебя клюшка сломалась, ты держишь в руке две части клюшки и думаешь, что, как, в итоге ее можно унести в ремонт, и, пожалуйста, тебе... То есть даже если она сломалась пополам, ее можно отремонтировать? Без проблем. И она выдержит, в принципе, следующие удары? Да, да, выдержит и практически не меняет своих характеристик, веса, ей можно будет играть надежно. Нет, я бы, наверное, так сказал, что она после ремонта выдержит только любителя, но никак не... Ну, мы сейчас говорим о любителе. Наши радиослушатели не видят, но я-то вижу, что у Ильи в руках телефон, а на телефоне на заставке, вернее, обложка, чехол, там тоже реактивные осы. Вот настолько у нас люди любят свой любительский клуб, за который они выступают. Это похвально, это приятно. Я напомню, что у нас сегодня в программе на спорте был капитан команды реактивные осы, команда выступает в нашей хоккейной лиге Илья Бажин, а также его помощник Алексей Чупахин и Антон Погодин. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Спасибо, всего доброго. До свидания.